Девушки отдыхают... Подожди. Стучите дальше. Ключ с кольцом. Месье Дорише, к сожалению, я пока не могу встретиться с вами. Тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы наши поиски венчались успехом. Прилагаю к письму ключ, чтобы вы смогли забрать личные вещи своей матушке с уважением, лорд Уильям Мортимер. Где я, месье Дорише? Ну-ка. Святой Матфей и Ангел. Голоса диктуют апостолу Евангелия. Я сплю. Я сплю. Двигайся тихо, чтобы все думали, что ты действительно спишь. Кто это будет не учить? Мед во истину лекарства богов. Да-да-да-да-да. Так, что тут? Опять эти Девилс Дорн. Дьявольские крючки. Иксиан под пытками лишился рассудка и был наказан богами за высокомерие. Так кто ж там щемится-то? Как мы здесь оказались? А, ну да, вот это такой большой. Слушайте, может быть, где-то у меня здесь есть... На вере апостола Фомы. Зачем Караваджи изобразил, как апостол Фома складывает палец к Христу? Фома смотрел, но не трогал. Подожди, Караваджи? Это Караваджи? А, ну да. А, типа Фома не верующий. Даже пальчиком поковырялся. Дайте-ка мне пошупать, сказал он. Пока не пошупал, не поверю. Ох, шати. Да. Так, стучите, стучите, как вы только можете. Стучите, стучите. Так, взломать, отойти. Что это? Взломать. Сложность, хитро и недоступно. Подожди, я же брала хитрость. Черт, надо дальше качать хитрость. Значит, зря я как-то взяла одно. А, да, Данте, оставь надежды всяк сюда, входящий. Слушайте, а ведь еще ночь на улице, да? А может, это герцогиня? Нет, это не герцогиня. Это явно Вашингтон. А что вот это такое, вообще-то, в принципе? А, это произведение Данте. Так, смотри, там еще что-то. Коллекционные монеты. Мне нужна подзорная труба. Экстаз святого Франциска Бесвятой внимает глазу свыше. Смешно видеть, как искусство делает слугу, делают слугу пропаганды. Однако ты молодой человек передовых взглядов своего времени, как я посмотрю. Никакого подострасти. Это опять пожирающий своих детей Сатурн. Что это за любитель каннибализма? Сатурн, пожирающий своего сына. Опять, картина на эту тему уже есть в вестибюле. Так, Лоссер, Мортимер, Кривал. Что это? Скважина опоясывает круг. Наверное, в этой шкатулке лежат вещи, о которых говорил Мортимер. Ключ явно к ней. Ну-ка, открой с ключом. Точно. Так, и что это? Ну? Тут записка личной вещи Сарада решает передать ее сыну, Луи. Пожалуй, стоит их забрать. Все, забрал. Мы получили мед. Опять мед. И осколок янтаря. Ага. Так, а что за картина? Святой Иероним и Ангел. Снова политический подтекст и святой слышащий голоса. Ты прямо умнеешь на глазах. Что у нас тут? Карамелитская вода. Так, мы еще взяли. Так, ну это не утро. Это не утро. Вы ломитесь во мне, как ко мне посреди ночи. И поэтому я немножко удивляюсь, что вы от меня хотите. Ну ладно, давайте откроем. Я же сказала, что это вас кто. Извините, я вас потревожил. Нет, что вы. Нет, не каким образом. Что-то случилось? Мне понадобится ваша помощь. Помните девушку, о которой мы говорили в вестибюле? Да, да, да. Что значит, нет? Напомните, как вы ее звали? Элизабет Адамс. Я сказала, она же на нота. Так вот, это дочь моего друга, вице-президента Джона Адамса. Ах, вот она что. Но я думал, что она мертва. И это правда странно. Боже правый. Я был на ее похоронах. О, боже, жутковато. Да, я должен убедиться, что это она. С вашей помощью. Мне надо, чтобы вы отвлекли Элизабет, пока я обыскиваю ее комнату. Может быть, я даже узнаю, что-нибудь важное. Хочется верить. Элизабет в малой гостиной. Вы застанете ее, если поторопитесь. Десяти минут мне хватит. Если мое видение не врет, где-то рядом двое мужчин обсуждают важные вопросы. И один из них очень похож на Мортимера. Вашингтон очень мил, но я приехал на остров, чтобы найти матушку. Проверить свое видение. Твое видение правдивое. Пошли помогать Вашингтону. Аминь-э-ми-ка. Аминь-э-ми-ка. Можете на меня рассчитывать. Спасибо, друг мой. Задержите Элизабет внизу, насколько сможете. Не дайте вернуться в комнату. Доверьтесь мне. Ты же знаешь, что все твое видение так или иначе правильно. Сын Лафайета получил на достижение. По словам, что на леди Адамс мало гостиной надо торопиться. И... Дайте мне карту. Малая гостиная. Это вот эта комната Бонапарта. Комната Деррише. А малая гостиная где? Коридор второго этажа. А где малая гостиная? Подожди-ка. Вестибюль. Двор. Третий этаж. Второй этаж. Первый этаж. Причал. Это что? Здесь мы не были. Сосад. Мы были вот в этом вестибюле. Поднялись по лестнице. И вот он второй этаж. Так? Значит, малая гостиная. Здесь что ли? Так, чтоб вам пусто было. Разворачивайся. Там была вроде как лестница. Это не малая гостиная. Это малая гостиная. Похоже на малую гостиную. Но она слишком малая. Чёрт. Или она внизу, на первом этаже. Что это? Что случилось с вашего пресс-вещества? Мне кажется, мисс Адамс грозит опасность. Почему? Скажите, кто-то избивает её в малой гостиной. Кто? Я точно не знаю. Какой-то бандит. Вероятно, француз. Судя по фасону одежды, он из революционного правительства в Франции. Ты послушаешь под дверьми? Вам следует вмешаться. Вам следует... Звучит опасно. А почему я? Есть слуги. И этот трус кардинал? А вы не собираетесь найти ваше существо? Нет, что вы? Я просто проходил мимо. Ну, раз уж я тоже оказался здесь, может, зайдём вместе? И я лучше позову на помощь. Ладно, посмотрим. И почему я всегда крайний? Спасибо, сынок. Бог вам в помощь. Кто вы думаете, вы все? Поиск решения. Вы можете достичь цели разными способами. Тщательно обдумывайте своё решение перед тем, как сделать выбор. Кембасси, ты себя возомнила. Простите, сэр. Пусть ты во Франции, я бы тебя тут же отправил на плаху за такие слова. Умоляю, позвольте мне вернуться к себе. Эй, ты! Иди куда шёл! Это не твоего умодела! Я научу эту потаскушку себя вести. Что тут вообще творится? Ты не знаешь, на кого она рвалась. Хватит, умоляю, я не хотела. Не бейте меня, прошу, сэр. Чёрт, если я вмешаюсь, Адам сразу убежит в свою комнату. А если промолчать, тогда Вашингтон успеет всё осмотреть. Но девушка пострадает. Что делать? Вязаться, рискуя упустить Адамс. Вмешиваться. Вмешиваться. Вязаться. Ах, ты грязная шлюха. Простите меня, жальтесь, я что, не успела нажать? Я нажала. Простите, мя-мя-мя, помилуйте, мя-мя-мя. Что, одеждасть ли ты поубавилась? Этот урок ты надолго запомнишь. Напомни, где он находится. Напомни, где он находится. Оскорбить. У Вас что, со слухом проблемы? Она же извинилась. А ну, повтори. Оскорбить ещё раз. Отстаньте от неё. Ну, броситься. Дарить с кулаком. Мы герой, друзья. Мы герой. Вы правда потратили весь мёд? Съешь мёдом. Оставьте меня в покое. Вашингтон закончил с поисками. Итак, мы набили какого-то... Жак Перю. Ну как, удалось обыскать комнату? Да, я узнал очень много. Отлично. Сложно было удержать Элизабету? Элизабет, нет. Вы могли упомянуть, что она поссорилась с буйно помешанным. О чем это вы? В гостиной был француз. Я пришел, когда он начал ее избивать. О чем вы говорите? Я думал, он убьет бедняжку. Вы вмешались? Я сделал все возможное, чтобы вы успели обыскать ее комнату. Отлично, друг мой. Я знал, что смогу на вас рассчитывать. Так, что вы узнали? О, я... Я нашел бутылочку. То, что я нашел, наверняка вас огорчит. Что вы имеете в виду? Элизабет определенно дочь Джона Адамса. Зачем тогда вы объявили ее мертвой? Я нашел ее медицинскую карту. Похоже, много лет ваша мать была больна. А, была ее лечащим врачом. И, судя по карте, вела она себя как мясник. Так, ну-ка, давай-ка объяснись. Я не ребенок. Что здесь творится? Джон считал, что его дочь одержима. Он обратился за помощью к вашей матери, но то, как она обращалась с бедной девочкой, боже. А, резорцизм. Хватит ходить вокруг да около. Что именно она с ней сделала? Как вам кажется, ваша мать способна пытать детей? Думаю, что да. Моя мать пачкала руки ради всеобщего блага. Всеобщего блага. Она проводила вивиксацию на ребенке. Каленым железом выжигалась символа... Так, хватит, прекратите. На ее пятый день рождения она вырезала стигматы, как у Христа. А на десятилетие удалила ей молотку какой-то подарок. Моя мать не чудовище. Не сомневаюсь в благих наберениях вашей матери. Но операции, описанные в карте, это же настоящие пытки. Нет, это я отказываюсь верить. У моей матери много недостатков. Но она не настолько жестоко. Хотите верьте, хотите нет. Но теперь вы знаете правду. Ну, в Шингтон-то тоже такой наивный. Может быть, это специальная подстава. Флакон золотого эликсира снимает все действующие отрицательные эффекты. Они у меня есть. Можно хранить не более пяти этих самых. Попал. А у меня есть отрицательные эффекты. А в чем они заключаются? Отрицательные эффекты. Простуда. Насморк. Монетка. А, это просто наблюдать. А, вот что. Нам не нужен. А можно убрать вот это вот, чтобы было не видно вот это встать. Нам можно вернуться в постель. То есть, это такое меню, просто чтобы рассматривать в полете. Если бы можно было только убрать вот это вот встать. Ну, кто додумался это сделать? Господа создатели игры. Если бы вы хотите, чтобы люди любовались красивыми картинами, сделайте так, чтобы можно было убрать это меню. Может быть, его можно убрать. Ладно, хорош. Понятно. А, значит, вот это вот значок подзорной трубы, это вовсе не значит, что надо в нее смотреть из этой точки. Так, давай-ка, пошевелись. Смотри, тут добавилось. Уже, в принципе, вроде как все тут осмотрели. А может быть и нет. Может быть и нет. Потому что мы сразу ввязались в разговор. Потом нас повели по комнатам. И, возможно, мы чего-то не досмотрели. О, господи. Я потихоньку вхожу в твое состояние. У меня тоже кружится голова. А, еще что-то. Золотой эликсир. Это что? Фью, лиза, ровно, он сайкопедия. Старая энциклопедия. Слушайте, все обновила, что ли? То есть я зря здесь бегала и обыскивала. Либо у меня просто продвинулась моя зоркость. И она не влияет. Все понятно. Не важно то, что я вижу глазами. Я видела все это глазами. Но не могла возможности не иметь. Жак-Перю. 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 Это кто здесь? Бонапар. Наполеон-Бонапар. А, кстати, мы не можем вернуться обратно к этой... Да, нет, дипломатия, друзья, не моя сила, потому что для того, чтобы заниматься дипломацией, надо помнить хотя бы имена тех, с кем общаешься. А у меня это сложно. Так что я не могу обратно, что ли, спуститься. Теперь, черт. Ладно. Так, получается, что он нашел записи, что... Ой. Ваше предсущество, что вы делаете? Я волновался за вас, самой. Как все прошло с Мисс Адамс? Слушай, вот ты скользкий тип, вот ты скользкий. Я разобрался. Он получил спал на цель, оправдывает средства. Давайте скажем так, не будем хамить. Он пыток не любит. А если все-таки так? Не могу. Я разобрался. А я тоже не могу. Почему? Потому что я не разобрался. Он получил сполна. Вы правы. Какой-то невоспитанный мужлан угрожал ей. Мне пришлось вмешаться. Каюсь, ваше высокопресущество, мне пришлось прибегнуть к насилию. Это был единственный довод, которому он внял. О, ничего страшного, вы поступили, как должны были. Ситуация требовала решительных действий. Ну, видимо, не от вас. Разумеется, лично я не одобряю насилие. Но уверен, у вас были благие намерения. Да-да-да, и дорога в ад уже уздума. К слову, есть еще одна проблема. Я хотел обсудить с вами один важный вопрос. Сейчас я спать собирался. Письмо еще у вас мое? То, которое я вам дал. Зачем оно вам? Я должен добавить с него одно имя. Да ради бога, на, оно даже невредимое. Держи. Вот, держите. Честно. О, я смотрю, конверт запечатан. Я не ошибся. Доверившись вам, Луи. Одну секундочку. Представить страшно, чтобы случилось. Забудь я про этого человека. Пожалуйста, отдайте это письмо Саре, как только ее увидите. Обязательно. Спокойной ночи. А вот теперь его можно искать. Или ты опять забыл кого-то добавить? Да, ты специально это сделал. Никакое имя ты не добавлял. Старый, ты прайдоха. Я и без физиогномики знаю об этом. Более того, мне кажется, что вот это вот раскрашенный и напудренный старый павлин не такой мерзкий, каким он пытается выставить. Здесь, скорее всего, самое омерзительное, это милейшие на первый взгляд люди. Зачастую так и бывает. Так, ну а мы продолжаем искать монетки. Мед якорьки, или как они там называются? Как-то они омерзительно тоже называются. Ну-ка, ну-ка, что-то тут блеснуло. Метка. Монетка тут блеснула. Сколько же всего этих коллекционных монеток? Это моя комната? Ага, это меня. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ага, мы с Пиаджи, соседи. Луи, ты забываешь о цели. То есть. Луи, ты забываешь о цели. А, мне туда нельзя? То есть. Вот это что-то новенькое. Какая цель? Цель лечь в постель. Я успею. Я молодой человек, я могу вообще ночью спать. Где тут твоя комната? Мне надо все обыскать. Хотя ладно. Ладно, друзья, идемте. Мне как-то это странно показалось. Годовой? А, у меня напротив фестибиля. Все, теперь я запомнила, где моя... Вот здесь моя комната. Пошли. Фу, как же я обмотался. Буду спать. Обычно свою комнату завтра. Матушка жила здесь долгое время. Надеюсь, Мортимер наконец-то покажется. А, и в стенах наверняка есть дырочки. Итак, это ночная прогулка. Я не спас Леди Адамс от избиения. Я нажала. Ушайся. Я нашел Леди Адамс в малой гостиной. Я не позволил вернуться. Я сбил пирю с ног. Я поговорил с мистером Вашингтоном о своей матушке. Я показал пиаджи нераспечатанный конверт. Я мог узнать больше о людях из своего видения. Я мог разузнать больше о том, что обо мне говорят. У меня могла состояться запоминающаяся встреча. Что-то, по-моему, жизнь проходит мимо нас. Ну ладно. Черты, новые персонажи, предметы. Давайте продолжим. Малому получили на сей раз. Итак, на 4 очка навыков мы получили. Давайте что-нибудь прокачаем. Чего нам не хватало? Почему-то нам хитрости не хватало. И вообще, я так поняла, имеет смысл. Прокачать полностью целиком один уровень. Смотрите, этикет. Прокачаем этикет до конца. Ага, так мы можем несколько уровней. Вот оно что. Тогда все остальное надо, наверное, вложить в бдительность. Я так думаю. Либо в хитрость. Что, мне кажется, детективы я действительно выбрала неправильно. Логика. Наброс. Модительность. Мудрость. Как бы там ни было, я делаю хитрость себе первого уровня. У нас остается одно очко, и мы можем его сюда бдительность вложить и его прокачать. Здравствуй, здравствуй, белый день. О, ты как-то состарился за эту ночь. Или это опять заведение? Нет. А у тебя нет, он еще поприличнее, чем вот эта вот потрёпанная... Какая-то, прямо скажем, жуткая рубашка. Так, согласно моему поведению, тут раньше жила Матушка. Надо обыскать комнату, вдруг Матушка что-то мне оставила. Там уже что-то наш ты вроде. Итак, что у нас есть? Выберите манускрипт. Ага, мы его прочитали. Сравнительное жизнеописание. Тогда это у нас энциклопедия. Она нам что добавляет? Дени Дитро Жан. Нельзя выбрать. Соберите все страницы манускрипта. Чтобы прочитать его. Так, научное сэ. Астрономические наблюдения. Поведение. Узнавать характер по физиогномике. Психология. Плюс одну очку навыка. Итак, у нас, я так понимаю, орудиция повысилась. Давайте выберем психологию. И дайте-ка мне меню. Я хочу посмотреть. Вот, вот, вот. О чем я и говорила. Адамс. Господи, как жалко, что тебя побили. Мне тебя так жалко. Я нажала на кнопочку. А получилось, что я не лучше моей матушки. Хотя это тоже очень... Так. Слабости, сильности неизвестно. Элизабет Адамс, дочь Джона Адамса, вице-президента США. Родители отказались от Элизабет, объявив ее мертворожденной. Девочка, которую воспитывали вдали от мира, выросла хрупкой и болезненной. С раннего детства Элизабет страдала от биополярного расстройства и приступов паники. Ей приходилось хранить столько страшных тайн, что сказалось на ее рассудке. Девушку лечили множество докторов, но ничего не помогло. Элизабет постепенно сходила с ума. Наконец, Джон Адамс обратился к своим друзьям, сэру Гэри Холму и лорду Уильяму Мортимеру, надеясь, что на острове смогут ей помочь. Элизабет прибыла в особняк сравнительно недавно. Так вот, это у нее не прическа, а просто у нее выбритая часть головы, потому что то ли трепанацию черепа и бедно делали, то ли еще что-то. О, как плохо, что мы ее не смогли помочь. Так, Эмили, мы тоже не знаем сильности и слабости. Вашингтон, тоже не знаем о его сильностях и слабостях. Основатели, первый президент Соединенных Штатов Америки. Жизнь Вашингтона полна военных и политических успехов. Много лет назад Сара Деррише познакомила его с верхушкой Золотого Ордена Влиятельного Тайного Общества Франции. Немногим позднее Вашингтон возглавил Золотой Орден в Америке. Устав от политики, он хотел уйти на покой и встретить старость в своем поместье Вирджиния, но лорд Мортимер уговорил его баллотироваться на второй срок. Вашингтон принял участие в выборах и вновь занял пост президента США. Получив приглашение от Мортимера, Вашингтон обычно прибывает на собрание инкогнито. Ну, понятно, Золотой Орден, мы все понимаем про образ чего тут. Слуги, Деррише, это мы, Пьяджо, слабость к допросам у него, окей. В Бонапартах, так это на статик был Бонапарт? Ну, у Бонапарта не было такого носа. Бонапарта совершенно не похож. Наполеон. А молодой лейтенант французской армии, а тут он еще лейтенант французской армии. Понятно, кто его продвинул. Наполеон ненавидел французскую аристократию, духовенство и простых французов за то, что Франция сделала с его родной Корсикой. Он вступил в ряды французской армии, чтобы снискать славу, оставить след в истории и показать, на что способен. Пытаясь добиться чьей-либо поддержки, лейтенант привлек внимание лорда Мортимера. Наполеон воспользовался приглашением на прием, чтобы доказать всем свою значимость. Так, Пьяджо, понятно. Перю. Ах, это Перю, это Жак Перю. Жак Перю, один из основателей Парижского революционного трибунала. А, не зря я ему врезала. Перю называют в числе самых влиятельных деятелей в Париже эпохи террора. Перю получил известность, участвуя в осаде Бастилии и пленении нынешнего короля Франции Людовика... Господи, 16-го? 16-го. Этот вершитель человеческих судеб отправил множество противников и представителей революции на гильотину. До сих пор нельзя однозначно сказать, палач он или служить из закона. Перю покинул охваченную революцией Францию, получив приглашение на собрание от своего покровителя лорда Мортимера. О, как хорошо, что мы тебя врезали. Хотя... Грегори Холм, вот это, конечно, фантастика вообще. Слабости неизвестны. Сэр Грегори Холм, барон Ноттингем, влиятельный британский аристократ. Сэр Грегори защищает интересы британской короны, распространяя влияние Соединенного Королевства по всему миру и помогая уменьшить государственный долг. При его участии были приняты важнейшие экономические решения от основания успешной Ост-Ингской кампании до размещения испанских торговых постов в Америке. Барон оказывает большую поддержку рабочему классу, открывая школы для бедных детей, которые, по его мнению, должны привести страну к новой промышленной революции. Сэр Грегори Холм никогда не упускает возможности познакомиться с новыми людьми на собраниях своего друга, лорда Уильяма Мортимера. Нам обязательно надо будет с ним познакомиться. Мы дальше не можем монкировать этого персонажа. Так, это был Грегори Холм и Дорише, это Сара, это она, и Адамс, Элизабет Адамс, они мы уже, друзья, почитали. Итак, слабости, сильности, ничьи, в принципе, не выявили, кроме как Джузеппе Пиаджи. Что ж, друзья, вот как-то так. Карта, навыки, мы наши видели, звание. Что-то у нас продвинулось, что это такое? Бодительность, одну очку дать, 20 ответов до того, как истечет время. К сожалению, вот с этим управлением очень неудобно, потому что получается, что ты нажал, а оно не нажалось на самом деле. Ну да ладно, ну да ладно, друзья. Итак, перед нами большая задача все, обыскать, что-то найти и что-то, мне кажется, что мы и так уже все нашли, пока Вашингтон к нам ломился. Так, вот, тем не менее, тут еще что-то есть. Письменные принадлежности. Изучить. А, мы не расходуем при этом очки, да, или расходуем? Похоже, перроник, когда не обмакивали в чернила. Запах какой-то знакомый. Пахнет лимоном, странно. Ну-ка, 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 подожди, это... А, лимоном. Это невидимое чернило. Это невидимое чернило. Это надо искать бумажку. Да смотри же ты. Письменные принадлежности. Писали лимоном на бумажке, потом нагревали. Выбор уже сделан, отойти. Нагревали этот листочек у камина. И... Лимоновая надпись проявлялась. Дурень! Детектив! Я и так знаю больше, чем ты. Что это? Это мы смотрели, месье Реши. Да, это мы уже читали. Я даже не успела распаковать чемоданы. Распаковывай. Найдите подсказки, оставленные матерью. Так, тогда смотри. И подсказки, оставленные матерью. Ну-ка, давай-ка. Что тут под подушку у тебя? Ничего. Молодец. Торчу Эксион. Эксион под пытками лишился рассудка и был наказан богами за высокомерие. Не. Так, мама тебе оставила подсказки, да? Давай-ка смотри внимательно. В чем они заключаются? Вряд ли это были какие-то картины. Она же их с собой не носила. Страшный суд. Почему мне всегда достается самая жуткая комната? Ширмочку поставь поближе, чтобы не видеть эту картину. Засыпая. Вообще, конечно, страшный суд вешать в спальне. Это садизм. Так. Эти картины мы посмотрели. Опять этот Сатурн. Что там наверху? Преображение святого Павла Караваджи. Невероятно похоже, что подлинник, хотя он вроде бы хранится. Время. Ха-ха. Я бы тебе рассказала о подлинниках, которые хранятся в галереях. Но не буду пугать наших зрителей. Так. Мне надо найти теперь тот самый листочек пальцами. Опять пальцами. Опять это пальцы Фомы. Вране Христа. Камень-то догорел. Камень-то догорел. Подожди. Ага, следы на полу. Просто царапина. Я надеялся найти какой-нибудь секретный ход. Ты придурок или нет? Это и есть секретный ход. Дерни за книжку. Шкаф забит книгами. А, эту книгу поставили не той стороной. Кругосветное плавание. Журнал исследователя Луи Антуана. Одна из любимых книг матушки. Какое совпадение? Я в совпадение не верю. Слишком все складно. Не знаю, что здесь происходит, но если бы вы чувствовали опасность, вы ведь оставили бы подсказку, матушка. Она тебе уже массу нашел. Бледный, едва заметный знак ордена. Написано лимонным соком. Матушка, вы точно спрятали подсказку в этой книге. Посмотрим, найду ли я в комнате что-нибудь еще. Отойди пока. Я не так далек от разгадки, нужно искать дальше. Да хватит тратить, я знаю, надо открывать вот эту дверь. Дверь, ну-ка, дай-ка я посмотрю, в какую сторону. Она так шварг, здесь открывалась. Подсвечник, дергай. Подсвечник. Нет, не подсвечник, подожди. Мы даже сейчас сможем посмотреть. Туда хочешь, посмотрим. Сквозь текстуры так раз. А, не смотрите, не работает. Так. Книжка, что там? Инферно от Данте, став надежду всех сюда входящих. Это мы уже видели. Замечательное послание Мортимера. Так, 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 так. Как тебе открыть? Как тебе открыть? Надо отодвинуться подсвечник. Свеча. Да, ее открывали, явно эта дверь. Если это дверь, то этот подсвечник тут явно лишний. Он не может тут быть. Либо она все-таки действительно как-то по-другому открывается. Ладно, давайте смотреть еще. Просто побежим и посмотрим, что у нас тут еще есть. Здесь все. За дверью. Где бы тебе матушка еще оставила какие-то... подсказочки. А это что за ноги? Чьи ноги? Можно выйти на улицу. Мне так кажется, что это к делу не относится. Хотя, все может быть. Давай-ка-то еще раз рассмотреть и следы. Книги. Ладно. Иди подыши свежим воздухом. Ох, как хорошо. Так вот, смотри, секретный код. Да? Отсюда мы можем войти. Пристро-кресты. Это комната Пиаджи. Да? Пристро-кресты. Кросс. Музыка. Пиаджи. То есть, у нас есть секретный ход в комнату Пиаджи. Да? Потому что, если мы открываем... Ну-ка, архитектура. Если мы открываем этот шкафчик... То тут не может никакого помещения быть. Это мы попадаем к Пиаджи. Либо там есть какая-нибудь очень-очень узкая лестница. Или просто какой-нибудь очень-очень узкое помещение. Либо просто обратная сторона того шкафа. Или шкафа. Так. Лимон. Ха. Этот куст выбивается из моих представлений о местной флоре. Да, лимоны не растут просто так. Что мы имеем? Матушка жила в этой комнате. А, мы все нашли, что ли? Я нашел экземпляр ее любимой книги. Она должна была что-то оставить. Она брала письменные преднадлежности. Пером... Кто-то писал, начинила нетронутые. Может, она использовала лимонный сок? А, старая уловка, чтобы скрыть написанное. Ну-ка, естественно. Послание невидимыми чернилами. Ставлю на то, что она писала лимонным соком. Как бы мне проявить послание? Над камином подержи. Держи. Знаете, на подсказке оставленное матерью. Не могу ничего прочитать. Надо искать дальше. Так, ладно. Тогда пошли опять на улицу. Мне нужна зола. Кстати, там был камин. Можно потереть золой. Может быть, таким образом... О, тут теперь цветочки лежат. Ох не было вчера, по-моему. Бутылочка венца. А где был этот замечательный вид? Клубничка. Или что тут у нас такое? Какие-то волчьи ягодки лежат. Да, к сожалению, теперь здесь нету этого места, откуда можно... Или есть? Есть. Можем ли мы что-нибудь отсюда увидеть? Нет? Просто красивый вид, мне кажется. Ясно. Вот он и причальщик. Ладно, друзья, давайте не будем здесь залипать. Тем более, это не особо красиво. С этим значком посередине. Может быть, вы знаете, как от него избавиться. Итак, давайте-ка мы сейчас побежим. К камину подбежим. Пойдет ли лимон взять лимон? Давай, возьмем лимон. Вы получили предмет лимон. Теперь у нас действительно будет чай с блинами, с медом и с лимоном. Я прям как... Такая прям как чувствовала. Какое у нас ожидается меню. Так, здесь... Кресты, пьяджи... Так, вот камин. Да, появилась эта возможность. Оценить пользу пепла, взять пепел, не трогать пепел, бери пепел. Не будем ничего оценивать. Мы и так все знаем. Вы получили предмет пепел, пошли теперь. Все, теперь мы можем это сделать. Посыпать пеплом, выжить лимон. Нет, выжить лимон не надо. Потому что он вообще тогда все. Посыпем книгу пеплом. Черт, я здесь знатно насорил. Не пойдет, сработало бы пусть на бумаге вмятина. Тут только следы лимонного сока. К счастью, посыпал пеплом только часть послания. Ну, не выжимать же лимон, если там и написано лимонным соком. Ну, это ж глупо. Ее надо поддержать над теплом. Но у нас нету другого... Будем выжимать лимон. Будем вести себя как дебилы. Не то, не говоря же о том, что теперь у меня по странице в лимонном соке. Блеск. Ну, я говорила же. Луи, Луи, лимонным соком пишут послания. Они проявляют их. Нужно попробовать что-то еще. Отойди. Отойди. Типелоид. Возьми лампу, ты можешь взять. Надо взять какой-нибудь источник тепла. Свечу. Давай, сожги все. Вообще, к чертовой матери, всю книгу и вместе с ним весь этот остров. Что это? Сент-Джером и ангелы. Святой ироним и ангелы. Он тебе не поможет. Основа политический подтекст. Я... А, шкатулка теперь. Взломать. Мы можем взломать. Давай. Золотой эликсир. Что? Во, свеча. Подумай с над применением. Взять свечу. Гори. Имение Мартимера. Я сразу говорила, что так надо сделать. Мы спортили все. Пепел. Но пепел был еще под вопросом. Нагреть страницу свечой. А, сработало. Надпись начинает проявляться. Посмотрим, что написала матушка. Теперь нам будет... Где все тебя смиряют взглядом, гаргону можно... И греческой мифологии была гаргоном и дужа. С другой стороны, где все тебя смиряют взглядом, не понимаю. И судя по тому, сколько в особняке картин... Черт. Она еще что-то написала. Нужно текст не разобрать. Чудно. Надеюсь, это не тот редкий экземпляр, что матушка любит. Надо поскорее найти эту чертову медузу. Сэр, обед подан в красную гостиную. Как назло. Я не голоден передателю, собравшись со мной извинения. Я голоден. Сэр Грегори настаивает на вашем присутствии, сэр. А, видимо, мне придется применить... Повременить с поисками моей медузы. Скажите, что я буду через пару минут. Выпущу предмет страницы из книги. Как глупо это, друзья, было. Я сразу сказала, как только мы нашли перо, я сразу сказала, что это будет. И поэтому... Ну, бог его знает. Может, я, конечно, не думаю, что я одна прям такая умная. Но это было понятно сразу, что надо было эту подпись, не заливая книгу лимонным соком, не поспавим пеплом, просто-напросто подогреть. Но не было этих ссылок на свечу. И это на самом деле... Не есть гуд. Что это? Nothing here. В чашечке крепкого кофе. Ладно, будем знать, что оказывается подсказки. И вот эти вот, они тут появляются со временем. Так, ну что ж, друзья, давайте оставим себя в этой картинной галереи с этими жуткими картинами на ночь их, конечно, смотреть. И я бы очень внимательно смотрела, что тут подают на завтрак, обед и ужин, глядя на эти картины. Так что, друзья, огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Увидимся в следующем. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok